Сразу после завершения спортивной карьеры у меня были мысли, как продолжать оставаться в ином качестве, но в спорте. И я пришел к этому, я решил открыть клуб, решил открыть, скажем, сеть клубов. У меня было два клуба до недавнего времени. Один в связи с экономическими условиями пришлось закрыть, но в общем второй функционирует и я очень доволен. Мне повезло, наши друзья во всех структурах власти. В один из дней бывший глава управы Басманного района предложил мне взять в руководство разрушенный клуб. Это здание 1880 года. На два года старше Кадакана в Токио. И в общем я его восстановил. В течение полгода я его восстанавливал. Деньги, заработанные большим спортом, пришлось инвестировать в ремонт, в облагораживание это место. И в общем то, что вы сейчас видите, это результат этих усилий. Я продал квартиру московскую в центре и инвестировал в ремонт этого помещения. Порядка 200 человек каждый день сюда приходится, тренируется. Это дети от 4-5 лет и взрослые люди до 60. Очень трудно на этом зарабатывать, потому что единоборство, то понятие Будо, оно, скажем так, трудно монетизируется. Работа тяжелая, работа должна быть повседневная. И очень тяжело на этом строить бизнес, но косвенные дивиденды перекрывают. Будо, в частности, оно является некой частью повседневной жизни. Это и здоровье, это и самозащита, это и, скажем так, постоянный позитивный настрой. Это борьба с некими трудностями, это и специальная подготовка. У нас тренируются спецслужбы, тренируются полицейские, тренируются пожарные, тренируется подразделение федеральных служб по борьбе, по контролю с оборотом наркотиков. То есть Будо и наше единоборство, тренировки, они, в общем, нужны. Нужны людям и это позволяет нам выживать. Мы не стремимся всеми силами готовить чемпионов. Я считаю, концепция такая, что повседневные занятия позволяют людям самим определиться, будет ли он спортсменом, будет ли он чемпионом. Если он будет чемпионом, захочет стать чемпионом, он сам тренируется и находит себе работу. И в течение времени он вырастет. У нас порядка 20 инструкторов, волонтеров здесь. Они готовят спортсменов в 20 направлениях, то есть несколько направлений. Это и карате, и дзюдо, джиу-джитсу, тайский бокс. И во всех структурах, во всех чемпионатах мы участвуем по направлениям. И во всех чемпионатах мы добиваемся успеха. Это маленький успех, но это, скажем так, весомое. Приходят дети, которые уже не дети, которые уже взрослые, говорят, Сергей Александрович, а вы помните, вот меня там вы тренировали, а вот я вот отслужил армию, я там повоевал, и приходят и говорят, вот мне это помогло выжить. Я понимаю, что у парня красной звезды, она на груди, орден. Это сопоставим, мне кажется, с медалью чемпионата Европы и всего остального. Наша задача повышать статус тренера посредством того, что у него чем больше учеников, тем надежнее он себя ощущает.